Короче говоря, как я готовилась к ток-шоу? Это была суббота. Я лежала на кровати и размышляла о жизни. Звонил телефон, и я ответила. Это была Надя. Она пригласила меня на ток-шоу и сказала, чтобы я подготовилась. Чётко. Я встала с кровати, пошла в другую комнату. Встала перед зеркалом, внимательно смотрела в него. Думала, чем мне можно поделиться с церковью. После долгих размышлений я решила рассказать пару существительств из своей жизни. Хорошая идея. Я начала готовиться. Решила написать слова, которые буду говорить. Написала. Прочитала. Не понравилось. Снова написала. Снова прочитала. Снова не понравилось. И снова. И снова. И снова. После нескольких попыток я поняла, что не получится. Решила говорить от чистого сердца. Репетировала один час. Два часа. Всё получилось. Класс. Я поняла, что нужно быть собой и говорить так, как есть без предукраски. Я начала думать, что мне одеть. Одела одну. Одела другое. Одела третье. Одела четвёртое. Поняла, как тяжело быть женщиной. Наконец-то я нашла, в чём пойти. Класс. Наступила ночь. Я легла спать. Мне начали посещать сомнительные мысли. Вдруг я запутаюсь. Вдруг скажу, что это не то. Вдруг надо мной будут смеяться. Вдруг я споткнусь, когда буду подниматься на сцену. Вдруг микрофон перестанет работать во время разговора. Вдруг метеорит упоёт на землю. Я не смогла заснуть. Стала волноваться. Решила написать Наде, что я не смогу участвовать в ток-шоу. Надя прочитала, но не отвечала. Я начала ещё больше волноваться. Надя по прежнему не отвечала. Я запаниковала. Вдруг я подвела Надю. Вдруг я испортила всё расписание сказанное служение. Я ещё больше запаниковала. Вдруг ответила Надя. Ави, не переживай. У тебя всё получится. Твоя церковь тебя любит. Короче говоря, как я готова к ток-шоу. Добрый вечер, дорогая церковь. У меня сегодня в гостях замечательная девушка Ави. Я хотела бы её пригласить сюда. Пока Ави готовится к ток-шоу, продолжает готовиться к ток-шоу. Я бы хотела немножко о ней рассказать. О том вообще, как я с ней познакомилась. И насколько это вообще позитивный человек в нашей церкви. Потому что каждый раз, когда приходишь, когда смотришь, она тебя так всегда встречает, улыбается. Просто такой позитив. Но, тем не менее, когда общаешься с такими людьми больше и ближе и глубже узнаёшь, у них очень много историй, в которых иногда зачастую было не до смеха. И сегодня у нас такая проповедь господства Иисуса. И я думаю, что твоя история, она очень подходит под тему этой проповеди. Потому что, действительно, когда мы отвозим для Бога первое место в нашей жизни, Он делает совершенно невозможное. И у тебя, можно сказать, история, она состоит из свидетельств, из чудес. Начиная от того, как Бог тебя сюда привёл, я бы хотела, чтобы, наверное, ты начала с этого. Как Бог меня привёл в Финляндию? Моя мама получила тут рабочее место. И это было буквально как чудо, потому что у нас обоих красные паспорта. С красным паспортом получить визу в Финляндии, но на том, чтобы было вообще невозможно. И мы с мамой обе получили визу и остались здесь жить. Вот. По рабочей маме. Я знаю, что всё было, ну, немного непросто с учёбой, потому что, когда ты рассказывала, когда у тебя были какие-то моменты, когда просто ситуации были, ну, абсолютно безвыходные. И Бог тебе помогал буквально в последний момент. И вот именно вообще совершенно не так, как ты себе даже представляла. Расскажи немного вот именно об этом. В общем, я подавала на 5 мест, 3 на кондитера и 2 на косметолога. Первая школа, куда я очень хотела попасть, моя мечта. И мне моя, ну, зауч в школе сказала, что в Финске уже здесь, что это самая лучшая школа, если ты пойдёшь, это прям вообще будет, ну, нереально круто для тебя, потому что туда очень мало подойдёт иностранцев. А таких, как я, тем более, когда финские, практически, ну, как бы не то с нулевой, но такой, не особо хороший. Вот. И я подала на эти все школы и получала ответ, что я не поступила никуда из этих двух школ и поступила на кондитера. Я такая, ну, как бы, что делать, окей. Посоветовала с некоторыми друзьями, с пастером тоже, что, как бы, что мне делать, пойти учиться или пойти лучше работать, потом заново поступать. И решила, ладно, окей, смирюсь, пойду учиться на кондитера, что, как бы, что Бог даст. Что Бог дал, то и буду делать. Прихожу в первый день учебы на кондитера, отсидела один урок, учительница такая злая была, что-то деревянно кричала на меня, и мне какой-то номер странный звонит. И я такая, смотрю на него и не понимаю трубку, я не понимаю чужие номера вообще. Потом второй урок начался, и мне приходит смс-ка. Ты получила место для обучения в Skyopist, где я сейчас учусь, на косметолога. Это самая лучшая школа, мне звонит, чтобы предупредить меня учебу. Я просто смотрю на учительницу, смотрю на телефон, улыбаюсь во все свои зубы, и не могу понять, что я тут забыла. В общем, да, потом подошла к учительнице, сказала, что я поступила на косметолога, так что до свидания. Первый день я пришла и ушла. Вообще, действительно, когда есть такое выражение, что Бог дает самое лучшее тем, кто оставляет выбор за Ним, и это на самом деле, мне кажется, так, я убеждаюсь в этом и на собственной жизни, и на примере жизни других людей. И вот ты рассказывала вначале о рабочей визе, и вот именно как Бог помог финансово. Вот когда ты мне это рассказывал, меня это, если честно, просто поразило, потому что, ну, настолько, вот в такой безвыходной ситуации, настолько невероятным образом, когда вот сверхъестественно просто приходит решение, это всегда чудо, которым не устаешь, не перестаешь восхищаться. Поделись, пожалуйста, с нами немного об этом. В общем, мы недавно с мамой подавали на постоянное вид на жительство в Финляндии, и мама сказала, что оставь 100 евро, это максимум, что нужно будет. Я такая, ну ладно, оставила даже 110. 112, точнее, на счету у меня было ровно. Я подумала, что окей, останется. Ну хорошо, будет, останется. И мне как раз кисточки нужно было заказать на школу свою для мейкапа, урока. И, в общем, они не пришли. И я написала им жалобу, что мои кисточки не пришли, уже три месяца прошло, что где мои кисти? 75 евро потратила, их нету. В общем, вот, и приходит мне сообщение, что да, извините, ваши кисти потерялись, к нам получим их, тогда вам, типа, деньги вернем на счет, или кисточки вернем вам обратно. Я такая, ладно, может, занять три недели написано, минимум три недели. Я такая, окей. В общем, пришли подавать на эту визу. Мама заходит в кабинку, я тоже за ней. И нам говорят, стоит 187 евро на одного человека. И мама такая смотрит на меня, смотрит на тетю Марину, на мою тетю, и не понимает, как может так дорого стоить. А я проверяю свой счет, у меня на счету ровно 187 евро. Я такая, вообще, что? О, откуда эти деньги взялись мои? Вы сюда? У меня было 112. Проверяю, а этот сайт мне прислал деньги через день после того, как послал мне письмо. Просто как? Я плачу, и у меня на карточке остается буквально 12 центов. Я просто, просто, Бог, это ты, да? Это было просто нереально. Мы с вами просто потом ходили весь день как ненормально, улыбались, честное слово. Вообще, вы знаете, вот в Библии есть очень много мест, где говорится о том, что если мы что-то теряем, и если кто-то что-то у нас отобрал, то Бог это всегда возмещает. И Бог зло оборачивает для нас во благо, и этом Он являет свою силу и свое господство в нашей жизни. И вот еще я бы хотела, наверное, затронуть такую тему, что тот факт, что ты здесь в церкви, ты здесь служишь, ты являешься очень важным человеком для нас, как было вначале сказано, да, это тоже чудо, и это тоже, можно сказать, шаг по вере, по которому ты шла, наверное, еще, как я понимаю, с Эстонией. Расскажи об этом. О церкви «Сила перемен» я узнала долго за ее открытие, примерно за 7 месяцев. Меня Артур пыль, так как я из Ихи в церкви, меня Артур пыль сам такой позвал меня, когда я была там в Эстонии, уже живя в Финляндии, я заехала там в гости, и он такой, что я вот хочу открыть церковь в Финляндии, Андрей будет пастором, что я бы очень хотела, чтобы ты там служила. И я это приняла так, что да, это моя церковь, классно, я буду там служить, как бы обязательно, я даже не задумывалась в чем-то другом варианте каком-то вообще, типа как вообще в такой другой церкви могу быть. И в общем-то, да, я тут с самого начала. Вот, представляете, церкви еще не было, человек уже решил, что он будет там служить, несмотря на то, что еще, наверное, каких-то проектов, может быть, даже еще ресурсов не было. И вот подобным образом, вы знаете, мы сейчас молимся за здание, мы молимся о том, чтобы у нас, нам дали все разрешения, все образовалось самым лучшим образом. И я думаю, что мы должны вот так же идти по вере, так же приглашать людей, и так же вот мыслить настолько же масштабно, я думаю, как ты, думаю, есть с чего брать пример в этом плане. Просто идти по вере, просто мы должны сказать себе, можно сказать друг другу, переправимся на ту сторону, и мы действительно туда переправляемся, потому что, когда Бог нас куда-то направляет, у нас действительно все всегда получается, хватает, и даже если где-то мы что-то теряем, Бог всегда просто сверхъестественно возмещает, как это было просто в твоей истории. Ави, мне было очень приятно пообщаться с тобой. Я уверена, что эти свидетельства, они точно кому-то помогут, потому что у всех бывают какие-то моменты, когда мы разочаровываемся, когда что-то идет не так, когда на пути стоят какие-то преграды и обстоятельства, с которыми мы не можем справиться своими силами, и по-человечески мы не можем этого понять. Но у тебя вот есть вот эта вера, и я точно теперь знаю, откуда берется вот этот позитив, потому что тебе просто, мне кажется, уже ничего не страшно, ты знаешь, что Бог о тебе точно позаботится, я думаю, что мы все должны быть заряжены вот этой радостью и вот этой вот уверенностью в Боге, упованием на Него, потому что Он всегда о нас печется. Я думаю, что ты очень многих сегодня вдохновила, ты очень цена для нас, и как я сказала в начале, у тебя все получится, потому что твоя церковь тебя любит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.